Чистый лес, улицы, дворы и фасады зданий. В Ставрополе сотни горожан провели генеральную уборку. В этот раз субботник не ограничился эстетическими нормами, затронув еще и административные. С чем боролись ставропольцы, засучив рукава, расскажет Анна Поляруш. Я считаю, люди в лесу разбрасывают мусор из-за того, что из вредности, потому что они не хотят это убирать, из лени. Стас проснулся сегодня в 7 утра, чтобы в 8.30 вместе с мамой выйти на субботник. На территории урочища Мамайская лесная дача, пластиковые бутылки, пакеты и другие следы пребывания отдыхающих собирают работники комитета городского хозяйства администрации Ставрополя. Говорят, надеялись, что местные жители присоединятся к уборке, но добровольцев практически не нашлось. Здесь, видимо, идет тропа и все отдыхающие, вот у нас такие люди, то что весь мусор, не забирая с собой, отдыхая, все сваливают в лес. Мы сейчас пришли, здесь убираем, наводим порядок. Час работы на свежем воздухе и ток. Собрано 5 кубов мусора, а лесные первоцветы перестали сливаться с разноцветными фантиками. А это уже нижняя часть улицы Ленина. Здесь за уборку принялась седьмая управляющая компания. Метлы и грабли в руки взяли не только дворники, но и сантехники, электрики, строители. Поддержали общегородской субботник и предприниматели. Им ставилась задача навести порядок на прилегающих территориях. Вообще мы привлекаем всех строительных площадок, в первую очередь те, которые расположены по красным линиям на территории города. Можем проехаться посмотреть, мы уже проезжали североза, посмотрели, там тоже принимают участие. Но в первую очередь, конечно, нас интересуют красные линии и центральная часть города. Ограждение должно быть чистое, все должно быть затянуто, быть сеткой, рабицей. Должны быть нормальные, не порванные баннеры. Территория должна быть убрана. Вся территория и строительные площадки, и прилегающие территории, должны находиться в надлежащем состоянии. Чище в эти выходные стало не только под ногами у горожан, но и на уровне глаз. Со стен зданий были сняты незаконные рекламные конструкции. Убрали с улицы некоторые отдельно стоящие щиты. Все они нарушали главный документ, определяющий внешний вид города. Правила его благоустройства. В данный момент происходит демонтаж рекламного материала с фасада в окон, потому что по новым правилам благоустройства на территории города Ставрополь, утвержденными в конце 2015 года, оконные проемы запрещено закрывать любыми рекламными материалами, любыми декоративными пленками и прочими информационно-рекламными элементами. Также под запретом любая реклама выше второго этажа и все, что содержит мигающую подсветку. Убрать подобную конструкцию сначала поручается самому предпринимателю, если же он не справляется с демонтажом в срок, за работу берется бригада, присланная администрацией города. А бизнесмен оплачивает их работу и положенный штраф. Денежное наказание варьируется от 3 тысяч для физических лиц до 50 тысяч для юридических. По завершению череды весенних субботников в ближайшие две недели борьба с фасадной рекламой не прекратится. Ее планируется продолжить до конца года.